Анисия Низовцева 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 тому, что окружает малыша. Методика Никитина, где любая игра включает в себя перечень задач, которые ребенок решает посредством кубиков или деталей конструктора. Вальдорфская школа и система Марии Монте-Сори делают упор на самостоятельность ребенка. Воспитатель здесь выполняет роль наблюдателя. Он направляет, помогает сориентироваться, но не вмешивается в самостоятельную работу. Это дает ребенку больше возможности проявиться, считают эксперты. Это целые большие направления. Если говорить о вальдорфской педагогике, то это основоположник Рудольф Штайнер, это целые философские, даже философские направления. Там сочетание и религиозного контекста, и природного. Особое внимание там уделяется экологическому развитию. То есть ребенок вписан в природу. В основном игрушки и методики, они все такие природные, очень приятные, они развивают тактильность. Это такое всестороннее развитие. В детском саду Самары номер 394 использовать систему Монте-Сори начали еще в 1997 году. Сегодня по этой программе здесь работают три группы. Процесс воспитания здесь строится на полной свободе действий. Во время занятий дети могут свободно перемещаться по группе и выбирать себе новые задания. Все игрушки и учебные материалы расположены на уровне ребенка. В любой момент дети могут дотянуться до них. Воспитатели таких групп проходят специальную подготовку в Монте-Сори центрах. Сейчас глазки мы с вами закроем и послушаем. Я шепотом буду вызывать кого-то из вас в нашу волшебную комнату. А вы подумайте, чем бы вы хотели сегодня позаниматься? У нас несколько зон. Это зона упражнения в быту, космическая, математика, развитие речи, сенсорика. В зоне развития речи дети знакомятся со звуками, с буквами. И именно по системе Мари Монте-Сори они знакомятся с письменными буквами. Начинаем с шишавых таких букв интересных, которые дети обводят. Потом они их пишут на манке. Еще одним методом всестороннего развития детей становятся кружки и секции. В России по результатам опроса, проведенного в прошлом году, более 60% детей дошкольного и школьного возраста посещают такие заведения. Занятия в секциях для детей до 7 лет должны быть прежде всего игрой, отмечают психологи. По их мнению, до 7 лет дети не способны в полной мере выполнять требования педагога. Для них физиологично играть. Тренеры спортивных секций придерживаются другой точки зрения. Например, в фигурном катании к 7 годам дети уже, как правило, имеют спортивный разряд. И это добивается не игрой. Хотя для малышей, которые только приходят на занятия, характерна именно игровая форма. Топаем, прыгаем, падаем, специально ползаем по льду. У меня был случай, когда мы с детками выносили игрушки. Мы катали мячики, мы катали машинки, догоняли их, догонялки, отбросили игрушку, побежали, поползали. Мы рекомендуем выходить на лед не раньше 3,5-4 лет, чтобы детки освоились, уже отпустили родителей. Во-вторых, по физиологическим каким-то аспектам, все-таки организм еще слабенькие косточки, суставы, должны связочки подкрепнуть, чтобы были какие-то физические нагрузки. Ну и также умственные способности ребятенка, чтобы все-таки было понятие, что это пусть и в игровой форме идет тренировка, но это идет именно тренировка. Мирославу мама привела на лед в 4 года. Попытки подружиться с кружками и секциями начались намного раньше. Два года была попытка балета. Попытка была провалена, потому что нужно сосредоточенно делать все. Я хотела сбегать, прыгать, скакать. Не получалось, у нас не случился балет. В 3 годика пытались самостоятельно, ей было интересно. Все время тащила нас на каток. Но в 3 года тяжеловато было, потому что кажется, что еще тело не очень воспринимает, они чувствуют. И получалось не очень. Вот решили отложить на год. И сейчас уже совсем другой результат. Первые занятия проходили вместе с мамой за ручку. Но уже с четвертого занятия Мира уверенно стала держаться на коньках. Сейчас юная фигуристка с удовольствием ходит на занятия и показывает хорошие результаты. Знается, играем в коньках. Всякие гонки на коньках. В выборе секции психологи советуют останавливаться на тех, где идет гармоничное развитие ребенка, и оно соответствует детским потребностям. Это и есть залог успеха. Сейчас много групп предлагают занятия уже с 2-3 лет. Надо смотреть на ребенка. Психологи говорят, есть дети, которые готовы уже в 4 года пойти заниматься, оторваться от мамы, танцевать и получать удовольствие. Но есть и те, кому и в 5 это будет сложно. При выборе секции, конечно, смотрите на ребенка. Не на свою потребность, а на ребенка. Не на свою детскую мечту заниматься балетом или фигурным катанием, а на то, что ей нравится. Может быть, она вообще любит шахматы. Вполне возможно, такой ребенок, ему будет не очень физиологичным, ему будет не очень нравится стоять на коньках или тянуть ножку. Смотрите на ребенка. Может быть, это музыкальный ребенок, который с самого детства пританцовывает или замирает, слышит музыку. Скорее, то его склонность стоит развивать. Развитие ребенка – это ответственность родителей. Именно в семье закладывается фундамент воспитания, образования и восприятия мира. Ребенок будет проявлять то, чему он научился у родителей. Главный секрет психологов – любить, верить, видеть самое лучшее в своем ребенке, больше хвалить, меньше критиковать, играть с ним и не перегружать занятиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова